Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и мы продолжаем цикл лекций по неврозам, тревожно-фобическим расстройствам и сегодня коротко и ясно постараюсь вам рассказать о очень важной истории в терапии неврозов. Это будет опять же техническая лекция, касаемая очень важной ошибки, а в то же время упражнения очень важны. Постарайтесь поглубже понять мои слова и ту концепцию, о которой я вам буду говорить. Поскольку я делюсь с вами практической сейчас частью, я хочу сразу перейти к делу. Почему? Этот ролик называется анти-ВСД или форум по ВСД, социальные сети по ВСД, группа по ВСД. Я не хочу сейчас говорить о прямой пагубности, но я постараюсь вам объяснить, как форум, группа, социальная сеть, сообщество какое-то будет вам мешать, а не помогать. Возьмем обычную паническую атаку и возьмем обычный цикл паники или цикл страха, как хотите. Выглядит это вот так, стандартным образом. У вас возникает какой-то вегетативный симптом, вы страхом все это дело разгоняете, выделяется адреналин, паническая атака, потом это спадает. Вот так это, собственно говоря, выглядит, да? Вот здесь возникает, проведем пунктиром, это пик паники. Тот самый пик паники, в котором возникает самый максимальный пик инстинкта самосохранения. Вы начинаете бежать, вы начинаете суетиться, умирать, вызывать скорую, там и так далее. Перед самим пиком есть определенная точка. Вот здесь она находится. И вот здесь возникает очень важная терапевтическая задача. Каждого из вас, если вы страдаете паникой или тревога у вас возникает, навязчивые мысли, сойти с ума, потерять контроль, вегетатика, неважно. Вот в этой точке можно сделать одну очень важную ошибку. Можно уйти от ответственности и переключиться с ответственности на некоторые... Переложить ответственность на некоторые другие вещи. Например, таблетка, форум, социальная сеть, интернет или телефон. Позвонить маме, позвонить папе. Я просто хочу с тобой поболтать, как у тебя дела? Вы на самом деле звоните, чтобы отвлечься. Вы понимаете, что у вас возникает паника, вы начинаете пугаться, вы хватаетесь за телефон, начинаете с кем-то разговаривать. Либо вы начинаете идти в интернет и спрашиваете у Гугла, у Яндекса симптомы, или идете на форум, или лежите в социальную сеть, у меня паника, паника. Кто здесь есть, кто-нибудь, пожалуйста, поговорите со мной. Вам становится легче. Вы приводите себя в более-менее такое адекватное состояние. А потом это опять повторяется. С определенного момента вы опять идете по старому маршруту. Фишка заключается в том, что вы вот в этой точке запоминаете очень важный момент. Снимаете с себя ответственность за проживание и контакт с этим пиком. Неважно, паническая атака это, навязчивые мысли, или формирование рационального ответа. Вы можете уйти и переложить ответственность на телефон, на знакомых, на интернет, на социальные сети. Поэтому, когда создается сообщество, где много народу, у всех вас объединяет общая беда, как вам кажется, вы на самом деле имеете всегда возможность переключить свою ответственность, написать какие-то жалобы, посоветоваться, спросить, еще что-то. Вот здесь. Уйти в момент паники в телефон или в интернет, снять с себя ответственность за самое важное, что является в терапии как и панических атак, так и всего остального. Это выйти один на один. Вот так я нарисую. Я сейчас нарисую как бы два человечка, но на самом деле это один человечек. Выйти один на один с самим собой в этот пик паники. Начать диспутировать, начать рационально мыслить не звонками, не социальными сетями, а один на один с сам собой. И вот пока ты один на один с сам собой это не проживешь, и здесь с собой не договоришься, это не выдержишь, потом это все спадет опять на нет, потом это все опять повторится, и ты это не проделаешь правильным образом несколько раз, ты никогда не справишься с панической атакой, ты никогда не научишься рациональному мышлению, ты всегда будешь пытаться уйти вот куда-то вот сюда. Всевозможные вспомогательные штуки. И поэтому до конца вас может и не отпустить, потому что вы все еще пытаетесь вот уйти от ответственности контакта с самим собой в пик паники, в пике тревожных мыслей, в пике каких-то эмоций. Поэтому, когда мне говорят о социальных сетях, о форумах, мое мнение такое. На сегодняшний день огромное количество видеоинформации, рассказывающей вам то, что нужно. Зачем вам создавать какие-то сообщества, и там поддерживать дискуссию, и уж тем более искать в интернете ответы на ваши симптомы, когда у вас возникает тревога. Тревога возникла, записала автоматические мысли, дала рациональный ответ, прожила это все сама внутри себя с рациональным ответом, один на один с собой поговорила, один на один с собой прожила, один на один с собой это выдержала, ушло на нет, и потом ты не боишься этого повторить, опять один на один. И так каждый день, один на один, сама с собой, я веду беседу с помощью когнитивной таблицы, с помощью рационального ответа, с помощью проживания вегетативного напряжения. Но вы не звоните никому, вы не звоните подружкам, вы не ищите в Яндексе, в Гугле ответы на ваши вопросы, пришла вам мысль в голову, а вдруг этот симптом, симптом чего-то там. Договаривайся здесь, на берегу, сама с собой, что ты, Зина, гонишь, какой симптом, сколько обследований, никуда не лезь, реши сама и сделай. Или, например, а вдруг у меня случится там что-то от анестезии у стоматолога, не надо лезть в интернет, а у кого было, а сколько это может длиться, а какие перспективы, а вдруг это случится, не уходи от ответственности, договорись сама с собой, если я делал анестезию, у меня не было аллергических реакций, врачи мне помогут, тететер, там всегда есть медикаменты, я не буду паниковать, я это проживу, я не буду создавать катастрофическую интерпретацию, я пойду и сделаю эти зубы, я пойду в это метро, я пойду туда-то и туда-то, но никак не уходить в поиски симптома этого, симптома того, ребята, а у кого это, а вот вы как, вот этого делать не нужно, иначе вы все время будете наполовину недолечены, как, знаете, потому что вроде как да, вроде как нет, вот этот момент очень важен, итак, я подведу итог, ни в коем случае не в пик тревоги, или в пик вашей работы, или в период вашей работы над неврозом, не уходите в вспомогательные средства, если даже вы здесь сделали какую-то ошибку, и вам тут стало страшно, вам было плохо, вы там отступили в какой-то момент, да, придите к своему консультанту, разберите эту ошибку, консультант вот здесь будет вам помогать, но не уходите в вспомогательные телефоны, форумы, социальные сети, интернеты, и так далее, не нужно этого делать, главный тезис этой лекции, научись, как говорится, самим собой договариваться, сам собой проживать, сам собой выдерживать, сам собой вести беседу, и двигаться дальше, и тогда у тебя все получится. Спасибо большое, до свидания.